50 жителей Ненинского округа принимают участие в первом региональном чемпионате профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Среди них как дети, так и взрослые. В течение пяти дней участникам предстоит соревноваться по 10 компетенциям от бисероплетения до поварского дела. Победители из каждой категории отправятся на всероссийский чемпионат. Бисероплетение, вязание крючком и спицами, актерское искусство и художественное вышивание. Всего 10 направлений конкурса. Работы каждого участника будут оценивать эксперты. У нас есть таблица. Здесь мы оцениваем все. Как ребенок, участник, выполняет работу, читает технологическую карту, выполняет стишки, выполняет технику безопасности, самостоятельно умеет работать, подбирает цвет. В общем, каждый шаг мы оцениваем. В первом региональном чемпионате принимает участие 50 человек. Среди них Наталья Никитина. Она занимается вязанием с 12 лет. Поэтому для участия выбрала компетенцию вязание крючком. Мне предложили поучаствовать в данном конкурсе. Я согласилась, так как я вяжу не только спицами, но и крючком. Также занимаюсь еще бисероплетением. Предложили поучаствовать в вязании крючком. Я согласилась. Вяжу давно. Интересно. Чемпионат Обилимпикс в России развивается с 2014 года, являясь частью международного некоммерческого движения, объединяющего 46 стран мира. Ниньский автономный округ присоединился к движению в этом году. Окружным координационным центром чемпионата стал Ниньский региональный центр развития образования. Конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс прочно входит в нашу жизнь. Министерство просвещения Российской Федерации проводит программу, направляет рекомендации в регионы для вступления всех регионов в данное движение. И, как уже сказалось, было сказано, 84 региона Российской Федерации принимают участие в данном движении. Наш округ присоединился в 2018 году и в осенние каникулы мы проводим данный чемпионат. Участие в чемпионате дает возможность не только показать свое мастерство и поделиться опытом, но и трудоустроиться. Обилимпикс направлен на то, чтобы привлечь внимание к этим гражданам, которые у нас являются инвалидами, являются людьми с ограниченными возможностями здоровья, называют по-разному. Показать их мастерство, что люди имеют какие-то цели, пытаются достичь чего-то, новую работу найти. Основная цель этого мероприятия является дальнейшее их трудоустройство и продвижение про карьерные лестницы в том числе. Соревнования будут проходить в течение пяти дней. Итоги подведут 2 ноября. Тогда же назовут и имена победителей. Все участники без исключения получат ценные призы, а победители в каждой из компетенций отправятся в Москву для участия во всероссийском чемпионате. Возможно, кто-то из них сможет представить Россию на международных соревнованиях. Очень приятно осознавать, что этот чемпионат удался. Я вижу здесь очень подготовленные эксперты, подготовленные участники этого конкурса, волонтеры. Это очень здорово. И как председатель я рада, что наше общество все больше видит и слышит людей с ограниченными возможностями здоровья. И думаю, что вот этот конкурс станет той полезной площадкой, где люди будут делиться опытом, мастерством. Обилимпикс входит в число проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». Как и в других регионах страны, в Нинском округе он станет ежегодным. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».